Лучше взять литровую и делать в нем 100 грамм карамели, потому что это самое страшное, что есть, это кипящее масло и кипящая карамель, потому что она очень горячая, очень серьезные ожоги, это вот самое кондитерское, вот этого я боюсь больше всего, поскольку действительно капли вот такой кипящей карамели. И теперь мешаем, пока она у вас не переменится, и потом. Опять же, вот эту массу, так же, как и просто обычные сливки, вы не выливаете, все разно. Оптимально в три приема. Налили, перемешали. И тоже никогда не перемешьте венчиком, нам не надо взбивать, нам нужно, чтобы были в пузырьке лопаточкой или половиной. Вот так. В принципе, возможно, что там останутся какие-то, да, крупинки, да, просто постепенно обливайте, они останутся в споворотке. Нет, ну тогда еще просто чуть-чуть прогреете, это абсолютно нормально. Когда вы топите сахар, будьте внимательны. С той емкостью, которую вы топите, обязательно ее хорошо помойте, потому что если она будет не слишком чистая, а самое страшное это жир, то у вас просто сахар кристерлизуется, то есть превратится в белый такой кристалл, и вы его не растопите. Да, и все, и я протираю. Вот, а самое лучшее, я так делаю, когда училась, когда мы завели фигуру из карамели, и там варили специальный сахар, и было очень все это важной нуждой, не дай бог, чтобы не сгорело, не свернулось, обязательно, да, в спиртах. А можно, чтобы кипело? Просто чем больше оно у вас будет вот нагреваться, тем темнее он будет. У вас уже, на мой взгляд, максимально, и можно постепенно, да. Можно уже и шоколад, все уже можно как-то еще. Все, вливайте. Веду прям через сковороду, через граждан. Да? Можешь сказать, понемножку. Ну, в три приема, наверное, совсем. Давай, я подливаю. Спасибо. 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 Спасибо.